МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не понижали и понижать не будут. Средняя заработная плата в школьном образовании должна быть 100% от средней зарплаты в Чувашии. Какую сумму в расчетках ждать учителям Республики в ближайшие месяцы? Горим! В Чувашии возросло количество пожаров. По прибытию было обнаружено загорание комнаты номер 39. Признан виновным. В октябре 2012 и январе 2013 года осужденный потребовал от студентов трех выпускных групп взятки на общую сумму свыше 330 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с успешной сдачей и имея государственных экзаменов. Какое наказание понесет бывший директор канажского филиала ЧГУ? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Москве глава Чувашии принял участие в совместном заседании Государственного совета Российской Федерации и Совета при президенте страны по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики. Обсуждались вопросы обеспечения устойчивого развития сельских территорий. Из Москвы наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Символично, что члены Государственного совета страны и Совета по реализации национальных проектов и демографической политики собрались в Кремле, чтобы обсудить будущее села именно в день местного самоуправления. Ситуация начала меняться в лучшую сторону, когда в стране была принята программа поддержки отрасли АПК. За это время было сделано немало, но и проблем еще достаточно. Владимир Путин отметил, что в некоторых регионах остались и вымирающие деревни, там, где никто не проживает. Вообще миграционный отток из сельской местности увеличивается из года в год. Причина этому – слабо развитые бытовые условия и небольшая заработная плата. Ее средний размер составляет 14 тысяч рублей. Характерны очевидные диспропорции и для самой сельской местности. В одном и том же субъекте федерации могут соседствовать и перспективные, развивающиеся и деградирующие хозяйства. Сейчас на селе проживают около 37 миллионов человек. А если вы помните, в 2000 году эта цифра была 40 миллионов человек. Дороги, а точнее их отсутствие – главная беда сельской местности России. Эта проблема характерна для всех регионов. Некоторые субъекты, подчеркнул Путин, не обращают внимания на свой туристический потенциал. Эту сферу необходимо развивать, не забывая о том, что село нуждается в новых парикмахерских, магазинах и предприятиях. Остановился президент и на другой проблеме. Работу органов местного самоуправления в ряде регионов сложно назвать эффективной. Хотя абсолютно все муниципальные чиновники пеняют на недостаток денежных средств в местных бюджетах. Районы должны в полной мере использовать свое право передавать поселениям часть поступлений от федеральных и региональных и местных налогов и сборов. Но на практике это делается, к сожалению, крайне редко. Понятно, самим денег не хватает. Самим нужны деньги для исполнения своих собственных полномочий. Но бросать на произвол судьбы поселения тоже нельзя. В Чувашии развитию сельских территорий всегда уделяли пристальное внимание. Ведь в республике за чертой городов проживает около 40% населения. И вот как за последние 10 лет изменился облик Чувашского села. Благодаря государственной поддержке более 4200 семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе и молодые специалисты. В кратчайшие сроки была реализована масштабная программа газификации. Построено два крупных водохранилища и десятки объектов локального водоснабжения. Вообще Чувашия лучше всех регионов России вводит в эксплуатацию водопроводы, прокладывает асфальтированные дороги. Почти 50 деревень всего лишь за 5 лет удалось соединить новыми трассами. Вообще сельская местность в республике переживает лучшие времена. И многие это понимают. Еще однозначимая цифра. В Чувашии сейчас эффективно работают 212 тысяч личных подсобных хозяйств. Но на заседании государственного совета звучали не только отчеты. Главы делились своими планами о том, как решать проблемы. Одна из проблем на селе – это занятость населения. То, что мы развивали малые формы хозяйствования, я считаю, что мы это правильно делали. Ибо объемы оформленных кредитных ресурсов – это почти 21 миллиард рублей. Каждая вторая семья сегодня знает, что это такое кредит. Платность, возвратность обеспечивается. Тем самым вот здесь стимулирующий эффект очень высокий. Располагаемые денежные доходы выросли и по цифрам можно называть. Это практически начиная с 2003 года. Ответ такой очень он короткий будет. Три-три с половиной раза увеличились располагаемые доходы домашних хозяйств сельской местности. Что же в стране разрабатывается долгосрочная стратегия по развитию сельской местности? Владимир Путин подчеркнул, что необходимо взять на вооружение и предложение участников заседания в Волгограде. Но реализуя эти задачи, необходимо помнить о том, что каждый регион уникально по-своему отметил президент России. Плоды от этих разговоров должны проявиться уже в ближайшие годы. Медрик Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Из Москвы. Сегодня в России отмечают День местного самоуправления. Смотрите сразу после программы «Республика» фильм об истории развития местного самоуправления в Чувашии. Неприятным сюрпризом для учителей республики стала начисленная зарплата за март. Она была меньше, чем за февраль. Сразу пошли слухи. Заработную плату понизили. Ситуацию прокомментировали в Министерстве образования. Зарплату не понижали и понижать не будут. Сразу категорично заявили в Министерстве образования. Однако действительно сумма в расчетках педагогов общего образования за март оказалась ниже, чем в предыдущем месяце. И дело вот в чем. В соответствии с майскими указами президента Российской Федерации у нас есть показатели. И один из основных показателей – это средняя заработная плата в школьном образовании должна быть 100% от средней зарплаты в Чувашии. В субъектах Российской Федерации. Мы этого показателя достигли еще в 2013 году. В нынешнем году этот принцип никто не отменял. Более того, заработную плату педагогическим работникам начисляли, можно сказать, с запасом. Не 100% от средней по экономике, а больше. В январе 109,8% – это чуть более 21 500 рублей. В феврале 111,1%. В переводе на деньги – более 21 800 рублей. В марте учителя получили меньше, потому что запас по процентам снизился. От средней зарплаты по экономике сумма составила 104%, то есть чуть более 20 400 рублей. То, что сумма с каждым месяцем будет все ниже, можно не бояться, отметили специалисты. Однако и расти в ближайшее время она не будет, а сохранится на уровне марта. В продолжении темы образования «Час Икс» настал. Российские выпускники начали сдавать ЕГЭ. Сегодня стартовал период досрочной сдачи экзаменов. 21 апреля школьники могли досрочно сдать русский язык. 24 числа – иностранные языки, географию, химию и историю. 28 апреля – математику, а 5 мая – информатику, биологию, общество знания, литературу и физику. Кстати, в этом году досрочно сдавать экзамены будет в два раза меньше школьников, чем в прошлом. По всей стране таковых нашлось всего 943 человека. Ну а в Чувашии досрочников нет вообще, сообщили в Министерстве образования Республики. Сейчас Чуваший готовится к основному периоду сдачи ЕГЭ. Он будет проходить с 26 мая по 11 июня. Внимание у всех автолюбителей! С 1 по 10 мая будет перекрыт проспект Ивана Яковлева. Проехать по данному участку смогут лишь троллейбусы и транспортные средства, которые задействованы в выполнении работ. Движение будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети. Летчику-космонавту с Чувашией дважды Герой Советского Союза Андриану Николаеву в Ярославле заложили именную звезду. Торжественная церемония прошла сегодня, 21 апреля. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения космонавта. В числе присутствующих на праздновании дочь звездной пары Андриана Николаева и Валентины Терешковой Елена. Руководство Федерального космического агентства и Головного советского и российского учреждений по подготовке космонавтов. Представители благотворительного фонда имени Валентины Терешковой, а также летчики-космонавты. В торжественной церемонии принял участие и глава города Чебоксар Леонид Черкесов. Дотла выгорела сегодня одна из комнат общежития рядом с гостиницей «Мир» в Чебоксарах. Это далеко не единственное возгорание за последнее время. Только за выходные чувашские пожарные более ста раз выезжали по вызовам. То, что возгорание в общежитии было серьезно, можно понять и не заходя в здание. Однако изнутри картина еще более пугающая. Поступил он на пульт диспетчера ДДС-01 сообщение о загорании комнаты в общежитии, расположенном по проспекту Мира, дом 42. По прибытию было обнаружено загорание комнаты номер 39. Пожарные, которые прибыли на место, пламя потушили буквально за пару минут. Причины пожара сейчас устанавливают. Обошлось без погибших и пострадавших. Сегодня же горела кровля одной из новостроек в микрорайоне Радужный. Там один из рабочих отравился угарным газом. Его доставили в больницу. Своё дело сделала и тёплая погода. Люди стали приводить в порядок свои участки. Нередко заканчивать уборку приходилось пожарным. Так за выходные зафиксировали 108 возгораний сухой травы. И это только те случаи, которые зарегистрировали пожарные. Бывшему директору канажского филиала Чувашского государственного университета вынесли приговор. Суд признал его виновным во взяточничестве. Вот тут у меня. Всё. Всё, что я иду. Пожалуйста, на стол. Пожалуйста. Спасибо. Тогда ещё подозреваемый во взяточничестве Борис Волков размахивает сберкнижками, на счету которых якобы всё, что у него есть, негодовал, когда в его кабинет нагрянули с обыском. По версии следователей, мужчина превысил свои полномочия. Подозрения подтвердились в суде. Бывший директор канажского филиала Чувашского государственного университета брал взятки. Вознаграждения за дипломы, экзамены, зачёты и отчёты были не только денежными. В октябре 2012 и январе 2013 года осуждённый потребовал от студентов трёх выпускных групп взятки. На общую сумму свыше 330 тысяч рублей. За решение вопросов, связанных с успешной сдачей ими государственных экзаменов и защитой дипломных работ, также эти денежные средства якобы предназначались для поощрения членов государственной аттестационной комиссии. 69 студентов были вынуждены выполнить указанные незаконные требования Волкова. Бывшему директору канажского филиала Чувашского государственного университета Борису Волкову назначен штраф 23,5 миллиона рублей. Кроме того, на два года он лишён права преподавать в высших и среднеспециальных заведениях. Возможно, подобных случаев было бы меньше, если бы в полную силу заработал закон об общественном контроле. Законопроект и его актуальные проблемы обсудили в столице республики. На круглом столе затронули вопросы законодательного регулирования общественного контроля и участия некоммерческих организаций в осуществлении общественной экспертизы. Президент Владимир Путин ещё в марте внёс в Госдуму проект федерального закона об основах общественного контроля в Российской Федерации. Закон устанавливает правовые основы общественной контроли за деятельностью органов государственной власти, местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций. Сейчас этот законопроект проходит публичное обсуждение. Вместе с представителями политических партий и некоммерческих организаций, депутатами и общественными деятелями проект федерального закона обсуждала ведущий российский эксперт, член общественной палаты Дарья Милославская. В общественном контроле главный это человеческий фактор. Это даже не законопроект и будущий закон, который мы в частности будем обсуждать сегодня. Это необходимость людей осознать, что то, что происходит в городе, в районе, в микрорайоне, это в большей степени зависит от человека, который там живёт, нежели от власти, которая есть. Терапия искусством. Так называется кабинет реабилитации, который открылся в городской клинической больнице номер один. Специально для пациентов, перенёсших инсульт, артисты Чувашского театра кукол придумали лечебную постановку. Спектакль – это один из методов реабилитации людей, которые перенесли инсульт для людей с черепно-мозговой травмой с заболеванием нервной системы. В кабинете реабилитации специалисты, кроме традиционных занятий с психологами и логопедом, будут проводить занятия изобразительного и художественного прикладного направлений. Занимаясь реабилитацией уже с 2009 года, мы очень рады проекту, который совместно развивается под эгидой нашего республиканского женсовета, Министерства здравоохранения Чувашской республики. Мы рады этому проекту. Почему? Да потому что мы уже отрабатывая вопросы по реабилитации постинсультных, мы поняли, что самое главное потом в реабилитации создавать ещё атмосферу. Показ специально созданных мини-спектаклей – это возможность более скорого возвращения к нормальной жизни. Арт-терапия может помочь с восстановлением двигательных навыков. Когда нужно восстановить мозговые функции у человека, принёсшего инсульт, легче это делать путём сюжета. Вместо того, чтобы просто пальчиками касаться друг друга, жених целует всех невест по сюжету. И когда больной человек смотрит этот сюжет и работает с этой перчаткой, как с наглядным пособием, ему легче вспоминать именно сюжет, его мозговая функция восстановится гораздо быстрее. Задача специалистов-врачей состоит в предоставлении возможностей максимально быстро вернуть таких людей к нормальной жизни. А такие спектакли дают возможность почувствовать себя обычными людьми и получить заряд положительных эмоций. Анастасия Гаврилова, Антон Вовк, Республика. Впервые в пасхальную ночь жители Чувашии могли смотреть прямую трансляцию православного праздника из Чебоксарского храма Святой Татьяны. Раньше такую возможность предоставляли только федеральные каналы. В этом году в ночь с 19 на 20 апреля трансляция богослужения прошла на национальном телевидении и радио Чувашии. В один из главных православных праздников митрополит Чебоксарский Чувашский Варнавы совершил крестный ход, пасхальную заутреннюю и божественную литургию в Покровско-Татьянинском соборе. В всеношной службе принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев с семьей. В Чебоксары благодатный огонь привезли из Иерусалима. Всю пасхальную неделю в каждом храме Чебоксар можно будет получить частицу священного огня. В Чувашии божественные литургии, посвященные Пасхе, прошли в 169 православных храмах. Церкви и соборы посетили более 35 тысяч верующих. С понедельника у православных началась Светлая Седмица, неделя которой следует сразу за Пасхой. В течение праздничных дней ворота в церквях и храмах останутся открытыми, символизируя то, что Христос своей смертью показал людям дорогу в рай. Почти беспрерывно будут звонить колокола. По древней традиции любой желающий может забраться на колокольню и лично огласить округу, поделившись таким образом радостью с соседями. Завершится первая пасхальная неделя Красной Горкой, праздником, который всегда был в России, самым популярным днем для заключения браков. Трансляция Пасхи в прямом эфире на национальном телевидении радио Чувашии станет традиционной. Сегодня день рождения у владыки Варнавы. Национальная телерадиокомпания поздравляет митрополита и желает долгих лет жизни. Алина Прокопьева выиграла марафон в японском Нагано. Подопечная заслуженного тренера страны Михаила Кузнецова побежала дистанцию на высокой скорости и финишировала в гордом одиночестве с личным рекордом. За 15-летнюю историю проведения марафона в Нагано 10 раз победу одерживали россиянки. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. До свидания. Строительство ледового дворца в Чебоксарах, обеспечение людей жильем, новые инвестиционные проекты – эти и многие другие темы затронули на встрече глава республики Михаил Игнатьев и председатель Волговятского банка Сбербанка Сергей Мальцев. Они подписали соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров и Сбербанком России. Документ определяет дальнейшее направление работы в финансово-кредитной сфере. Каждый второй рубль ипотеки, каждый второй рубль кредитов, каждый второй рубль депозитов – это деньги Сбербанка, деньги наших платчиков. Мы являемся, насколько я понимаю, шестым налогоплательщиком в республике. Есть такое показатель? Для нас очень важно внести эту социальную нагрузку. Своей стороны этим соглашением, конечно, наша основная цель – затвердить основные инвестиционные проекты. Совместные социально-инвестиционные проекты Сбербанка и Республики – это индустриальные и агропромышленные парки, поддержка молодых семей, учителей, сельского хозяйства. Особую благодарность глава Республики выразил Сбербанку за предоставленный кредит на дальнейшее строительство Ледового дворца. Чувашии необходима помощь в развитии фигурного катания и хоккея, отметил Михаил Игнатьев. Доверие к Сбербанку жители Республики не потеряли даже в сложные времена на финансовом рынке. Депозиты в банке растут, люди оформляют кредиты, приобретают жилье, автомобили, подчеркнул глава Республики. Сбербанк, вы помните, кредитовал концентракторные заводы, когда был финансовый кризис. На сегодняшний день ситуация там улучшается и в промтракторе, и вагон. По другим заводам, вы помните, допустим, хлопчатобумажный комбинат, чулочно-трикотажная фабрика, домостроительный комбинат, все были процедуры банкротства. Более 120 миллионов рублей было долго. На сегодняшний день все это реанимировано. На сегодняшний день люди работают, люди получают заработные платы. В этом году Сбербанк в Чебоксарах откроет новый центр развития малого бизнеса. Это почти 3000 квадратных метров в центре города. Центр будет одним из лучших в Волговецком банке, рассказал Сергей Мальцев. Кроме поддержки предпринимателей, это еще и десятки рабочих мест для жителей республики. Успешные дела банка и успешное развитие республики – это цель дальнейшего сотрудничества, подвел итоги встречи Сергей Мальцев.